Битва за Москву занимает особое место в истории войны Германии против СССР. Она характеризовалась крайней напряженностью, сложностью и огромным размахом боевых действий. Сражение за столицу Советского Союза продолжалось более шести месяцев и велось на фронте протяженностью около двух тысяч километров. С обеих сторон в нем участвовало более двух миллионов человек, до двух тысяч танков, 21 тысяча орудий и минометов. Немецкое командование, признавая огромное политическое и стратегическое значение Москвы, связывало с ее захватом решающий успех в войне. В Одинцовском районе большое внимание уделяют военно-прикладным мероприятиям. Любой желающий может принять участие в реконструкциях, однако для этого необходимо быть в хорошей физической форме, ведь всем участникам нужно пройти более десяти километров пешком по лесистой местности. На этот раз организаторами был восстан комбинированный переход Вяземского десанта. Проект, запущенный еще в 2012 году, он так и называется «Великое Отечественное. Никто не забыт, ничто не забыто». О проекте кратко. Ребята лично на себе, через морально-психологическое состояние, через физические нагрузки. И отчасти через культуру пытаются не просто вспомнить, а пережить те ситуации моментные, которые пережили их предки в то серьезное тяжелое время. Перед участниками реконструкции были поставлены задачи. Подрыв моста, форсирование водной преграды, нападение на мелкие гарнизоны и подрыв железнодорожного полотна. Стрелковая дивизия совершила марш по тылам противника, захватила посадочную площадку. В воздушно-десантной бригаде были уничтожены оборонительные узлы, мосты и дороги. Потому что против нас сражаются дети, они должны быть патриотически подкованными, а должны быть и плохие товарищи. Поэтому приходится воевать. Можно считать себя хорошим солдатом, если ты играешь в танки, не поднимая руку от клавиатуры, не разгибаясь за компьютерным столом. А можно вот так вот, как эти ребята, наши школьники, в достаточно морозную погоду, окопы, наступления, форсирование препятствий. Так что этих ребят, я думаю, несмотря на их малый возраст, есть за что уважать. Лучшие подразделения получали гвардейское звание, а особо отличившиеся участники комбинированного перехода награждены памятными знаками наград Великой Отечественной войны. Сейчас такие мероприятия просто необходимы. Они развивают в молодом поколении интерес к истории своего Отечества. И каждый участник здесь может почувствовать себя солдатом Великой Отечественной войны. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.